Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать вам несколько рецептов несложных блюд и совершенно волшебную атмосферную летнюю сервировку стола для ужина с нашими друзьями у нас дома. А пока муж отправился за продуктами, список которых я ему написала, я готовлюсь к приему гостей и продумываю нашу сегодняшнюю сервировку, делаю себе чашечку чая, включаю приятную музыку и начинаю творить. Сегодня нет никакого особого повода, к нам просто приезжают друзья для ужина, для дружеского просто времяпрепровождения посиделок, никакого особенного торжества у нас нет, но это и есть концепция Хьюги, радовать себя дружескими посиделками и я не могу упустить такую возможность и не сделать этот вечер просто атмосферным, уютным, без какого-либо повода. Я собрала цветы из нашего сада для того, чтобы поставить их в вазу и оформить центр стола. Лаванда нам понадобится как для этого букета, так и для декорирования свечей, что я вам покажу немножко позже и я начинаю свое волшебство с подбора посуды и текстиля. Нашу сегодняшнюю сервировку я решила оформить в легком летнем средиземноморском стиле с намеком на Прованс. Кто со мной давно на канале, вы знаете, как я люблю это все, люблю средиземноморские страны, люблю Италию, эту культуру всю. И поэтому, конечно же, я в соответствии с этим и решила оформить сегодняшний вечер. В качестве салфеток под приборы я взяла такие из водорослей из Икея. Скатерть у меня из смесового льна, попыталась ее погладить накануне, но это бесполезно. Также я в качестве декора решила использовать вот такие спилы из дерева. У меня нашлись и такие, я люблю их использовать для декорирования каких-то композиций. Также я буду использовать салфетки и бумажные, и текстильные, буду тоже их сочетать. Начинаю свою сервировку с оформления центра стола. Ваза с букетом цветов, это всегда главная такая вишенка на торте. И главная вещь, которая задает тон и настроение стола. Свечи я тоже хочу особенно задекорировать. И мне нравится, когда свечи немножко уже бывшие в использовании. Видно, что их зажигали. Это особенно уютно смотрится. И для декора свечей я использовала такую веревку, веточки лаванды. И просто вставляя веточки, обвязала их этой веревкой шпагатом и завязала на бантике. И вот эти свечи я поставила на эти деревянные спилы. Текстильные салфетки я решила оформить с помощью колец для салфеток из ротанга. И также я буду использовать и бумажные салфеточки. Просто подложу их под тарелочки. Начинаю расставлять посуду. Маленькие пиалы будут для закусок и соусов. В качестве подстановочных тарелок я решила использовать вот такие фарфоровые. Они не совсем плоские и подходящие для этого. Но мне захотелось как-то обыграть и использовать их вот эту красивую каемочку. Витяеватую. И в качестве основной тарелки я использую вот такие тарелки из Икеа с синими цветочками. И сверху пиалы как раз такие в средиземноморском стиле. Они из H&M Home. Начинаю я расставлять приборы. Как я уже сказала, у нас ужин, наш вечер просто дружеский, просто уютный, не торжественный. И поэтому я буду использовать обычный базовый набор приборов без каких-либо специализированных приборов или дополнительных тарелок, таких как пирожковых. Просто все будет в базовом комплекте. Такую корзиночку я буду использовать для подачи хлеба. Начинаю я расставлять разные тарелки большие, а в них будут салаты и гарнир. И волшебство начинается именно после зажигания свечей. Сразу стол становится другим, становится волшебным. Также расставляю я стаканы и бокалы. Женская аудитория сегодня будет пить шампанское. Мужчины пьют другие напитки, поэтому им бокалы я решила не ставить. И вот наша сегодняшняя сервировка готова. Этим видео я хотела показать вам, что даже простой летний вечер с друзьями можно сделать совершенно волшебным, необычным и запоминающимся с помощью подручных средств и той посуды, которая есть в каждом доме. Я очень люблю сочетать, миксовать разные виды тарелок. Не обязательно, чтобы это был один какой-то стерильный фарфоровый сервиз с голубой каемочкой. А можно использовать совершенно разную посуду и сочетать ее между собой. И такой стол, такая сервировка смотрится очень фактурно, очень неординарно, эксклюзивно и по-настоящему по-домашнему. Ведь с белой посуды классической мы можем покушать и в ресторане. А согласитесь, дом, настоящий уютный дом, это что-то совершенно необычное. Цветы, которые растут в саду, или вы можете во флористическом магазине купить какие-то недорогие веточки или сухоцветы. Их бывает даже отдают там бесплатно. Все, что есть у вас под рукой, можно использовать в сервировке стола. И ваш вечер будет совершенно особенным. А я приступаю к приготовлению нашего ужина. У нас будут разные закуски, но я хочу вам показать сегодня именно основное блюдо и основной салат. На основное блюдо у нас будет ризотто с креветками. Для него нам понадобятся королевские креветки, лук, чеснок, морковь, рис, желательно специальный для плова, рыбный бульон, белое сухое вино, ну, конечно же, травы, оливковое масло, соль и перец. Для начала на оливковом масле мы слегка обжариваем чеснок и добавляем креветки. Креветки, как я уже сказала, я очистила, оставила только несколько целых для красоты, для подачи. Обжариваются они очень быстро, в течение трех минут. И затем мы откладываем их пока в отдельную емкость. Они пока немножечко полежат и отдохнут в сторонке. В этой же сковородке, сразу не снимая с огня, снова добавляю масло и обжариваю лук и морковь. После того, как они обжарятся до золотистого цвета, мы добавляем наш рис, именно вот так, на сухую. И перемешиваем это все с луком и морковью. И именно этот прием считается как раз секретом успеха. Ризотто, оно получается рассыпчатым, рис не слипается, именно благодаря вот такой сухой обжарке. На этом этапе мы добавляем соль, перец. Если вы любите какие-то травы, можно тоже добавить. Я в этот раз решила не добавлять никаких трав, потому что у меня очень хороший ароматный рыбный бульон. И я решила никак не забить его потрясающий аромат и вкус. Добавляем белое сухое вино и даем ему немножко выпариться. После того, как рис все в себя впитал и вино выпарилось, мы начинаем порционно, по чуть-чуть, добавлять бульон. И ждем каждый раз, когда рис его полностью впитает. И добавляем снова. Бульон я готовлю из каких-либо замороженных остатков рыбы, голов или еще чего-то. Когда покупаем рыбу, разделываем, я специально вставляю какие-то части, чтобы сварить бульон именно для ризотто. Так же я поступила в этот раз. Пока наше ризотто готовится, мы приступаем к приготовлению салата. Для него нам понадобится руккола или какой-либо салат, то нет в собственном соку, помидоры, красный лук, яйца. И в качестве заправки оливковое масло, лимонный сок, соль и я немножко добавила бальзамического уксуса. Все перемешиваем и наш салат готов. Он очень легкий, очень свежий, как раз для ужина, для вечера. И он прекрасно дополняет ризотто. Наше ризотто готово, рис уже нужной кондиции. Кондицию вы сами учитывайте, для себя выбирайте. Кому-то нравится аль денте, кому-то нравится более мягкий вариант. У меня что-то среднее. И на финишном этапе мы добавляем сливочное масло и наши креветки. Все перемешиваем. Можно немножко закрыть крышкой. Добавляем зелень, я добавила укроп и чуть-чуть кинзы. И под закрытой крышкой 3 минуты все это подружилось между собой. И наши основные блюда для сегодняшнего ужина готовы. Спасибо вам большое за внимание. Я буду рада видеть вас снова в следующих видео. Не пропускайте лето мимо себя. Каждый наш день, каждый наш вечер – это и есть жизнь. Поэтому можно каждый ужин превратить во что-то совершенно невероятное. До новых встреч. Пока-пока.